друзья всем добрый вечер меня зовут павел я редактор канала акции китай china stocks сегодня 4 октября мы как обычно поговорим о том какие новости происходит по китаю какие есть новости по китайским компаниям все что есть мы как обычно поговорим как вы наверное видите на такую картинку говорит о том что все не очень хорошо китайские компании сегодня продолжают падение и примерно об этом мы и говорили в последнем выпуске вчерашнем что новостной фонд по китаю скорее негативный поэтому ждать позитива не стоит но давайте поговорим подробнее уже что у нас сегодня происходит начало посмотрим как обычно на китайские компании в целом на экономический календарь и индексы и тф по китаю как вы видите если посмотреть на карту финвиза а то все китайские компании практически падают сегодня потом довольно заметно за редким исключением все в минусы причина для этого несколько но наверное основная причина это то что сегодня падают фондовые рынки сша как вы видите тоже все красное по экономическому календарю сегодня никаких важных новостей нету весь китай сегодня за исключением гонконга не работает и это продлится до пятницы только с пятницы начнутся китай работать в полноценном формате поэтому ликвидность слабая новостной фонд слабый давайте теперь посмотрим на индексы и gtf шанхай композиции не торгуются потому что не работают материковые биржи китая индекс хангсенг сегодня падает на 2 процента 19 сотых технологический индекс хангсенг тех падает на 2 процента 9 сотых и тфк веб который уже торгуется сейчас а анксенг и их хангсенг тех торгуется только на сессии в гонконге так вот и тфк уже включают основное падение которое уже на американской сессии состоялось минус 3 процента и девять сотых индекс а шерст чайна ладжка и тфк это и тфк не индекс на об этом 2 с половиной процента и тфк инвеска чайна чайна технология падает на 2 на 2 целых семиста ну сотых и российский gtf fxn падает на 2 на 2 целых три десятых процента как мы видим китайские компании тоже в основном все показывают падение основные компании которые мы наблюдаем и давайте уже поговорим по статьям и новостям какие есть по китаю непосредственно таких вот прям новостей китайским компаниям сегодня нету основном это аналитика и начнем с аналитической статьи про alibaba кстати называется с таким кликбейтовым заголовком я ошибался насчет акций alibaba давайте я зачитаю основные моменты по этой статье если вас не будет интересовать эта статья во всех деталях то вы уже сами и прочитаете ссылка будет в описании к этому видео если нажать там подробнее выйдут список есть со ссылками и так основные моменты по этой статье ни одна фраза не пугает ни китайских инвесторов больше чем фраза всеобщее процветание из-за этого падают акции alibaba несмотря на туманные краткосрочные перспективы и более высокую неопределенность alibaba предлагает значительную долгосрочную ценность а китай является крупнейшим рынком электронной коммерции в мире и быстро расширяется на другие рынки по прогнозам у беру глобальные продажи электронной коммерции вырастут 56 процентов с 2020 по 2023 год до шести с половиной триллионов долларов большим победителем должен стать alibaba alibaba будет стремительно расти в будущем однако рынок сильно обесценивает коммерческие перспективы компании из-за фразы всеобщее процветание даже в самом плохом сценарии акции alibaba имеет потенциал роста на сегодняшний момент до 32 процента почему автор считает что 32 процента самый маленький потенциал роста и какой самый большой потенциал роста читайте в этой статье во всех деталях вы уже можете разобраться сами следующая статья тоже про китайскую компанию tripcom tripcom это такой вариант букинга в китае компанию tripcom обвиняют в монопольном поведении ticker tick.com основные моменты конкурирующая платформа жома джиу диан заявила что получила уведомление от нескольких отелей об удалении своих объявлений с платформы отели указали на возможные штрафы наложенные tripcom в качестве мотивации отказаться от услуг жоума жиу диан отели исключаются из списка отелей с марта этого года многие говорят говорят что tripcom оказал оказывал на них давление чтобы они покинули другие порталы бронирования сервис tripcom вытесняет отеля сайтов конкурентов используя термин который используется для описания подобных ситуаций в других контекстах выберите один из двух за подобную практику алибаба получила штраф в 2 триллиона на 800 миллиардов доллара нетуан грозит штраф в 1 миллиард долларов tripcom выступил с заявлением в котором говорится что ситуация является недоразумением все так поверили поэтому если вы являетесь акционером tripcom ticker то имейте это ввиду это может дальнейшем негативно сказываться на акции этой компании потому что скорее всего если это не останется незамеченным то компании получат штраф за монопольное поведение следующая статья это про наш любимый в кавычках evergrande сегодня торговля по акциям evergrande было приостановлено в гонконге и какие нас основные моменты с этим связаны акция чайная evergrande group были приостановлены связи с потенциальной продажей контрольного пакета подразделение evergrande property services group заявила что торги были приостановлены из-за возможного общего предложения на его акции девелопер хобсон девелопмент холдингс планирует купить 51 процентную долю в evergrande property services group за более чем 40 миллиардов гонконгских долларов или 5,1 миллиарда долларов сша остается неясным призывал произвели его грант купонную выплату в размере в размере 83 с половиной миллиона долларов сша по офшорному долгу со сроком погашении 23 сентября или отдельному выплату в размере 45 целых десятых миллионов долларов сша на прошлой неделе у компании есть 30-дневный льготный период прежде чем она может быть объявлен банкротом по облигации вот такая новость по evergrande то есть их приостановили торги акциями и все ждут новостей по этому событию видимо завтра или послезавтра мы уже узнаем подробности следующая статья да тоже хотел обратить внимание мы еще ее не перевели только свежая вот статья вышла что китайский девелопер фантазия пропустил срок погашения по своим облигациям это тоже видимо будет актуально ближайшее время вслед за вергрантовая компания тоже может ввести проблемы для всех инвесторов акций китайских компаний будем наблюдать за этой истории дальше следующая статья это основные новости на утро которые у нас были по гонконгу которые новости выходили все они связаны с evergrande акции гонконге падали трейдеры готовятся к обновлению информации о долговом кризисе чайна evergrande торги акции его подразделений по управлению движимости были остановлены местные сми предположили что hopson development заплатит 40 гонконгских долларов 1,3 миллиарда долларов чтобы купить 51 процентов грант property services секторе услуг китая за первые 8 месяцев это у нас уже следующая статья да то есть про сектор услуг и про основные новости это все то есть в гонконге у нас были основные новости связанные с evergrande и как я говорил фона такой слабенький новостей особых нет поэтому ну что есть то есть следующая новость в секторе услуг китая за первые 8 месяцев наблюдается рост выручки на 9 целых четырнадцатых процента по сравнению с прошлым годом и основные моменты из этой статьи рост выручки на 9 целых четырнадцатых процента по сравнению 2020 годом за первыми 8 месяцев но что важно по сравнению с доковидным 2019 года выручку сектор услуг наоборот упала на 8 целых четырнадцатых процента то есть хотя 2020 году нас рост но если бы не было от этого к видному года то сектор услуг на самом деле как бы упал по сравнению с нормальным годом 19 года но так как в китае продолжаются проблемы с к видам когда много закрываются целые города могут закрыться если там один случай заболевшего находится то конечно же это влияет на сектор услуг такая новость и последнее что я хотел сегодня вам рассказать это мы сделали перевод статьи от блумберга большая статья где собра собрали мнение 19 экспертов довольно таки известных экономистов инвесторов и которые высказывают свое мнение по китаю о том что будет ближайшем будущем и их мнение что нужно делать я зачитаю некоторые моменты по этой статье но настоятельно рекомендую вам ознакомиться с этой статьей ссылка будет в описании к этому видео первое то что я хотел прочитать это сара сюй мы только находимся в начале этого цикла регулирования он начался с пятилетнего плана и продлится годы надеюсь что она не права если сара сюй права то вероятно регулирование будет с нами надолго и возможно рынки уже адаптируются к этому постоянному регулированию может быть нет поэтому будем смотреть и наблюдать следующее мнение от кати вот китайские рынки еще долго будут находиться под давлением с точки зрения оценки те кто обслуживают города уровня 3 и уровня 4 логистику продукты питания поэтому мы купили акции gd ком и пин дуду мы меняем имена которые по-прежнему будут угрожать опасность или конечно под давлением правительства например альбаба то есть кати вот считает что компания которая будет обслуживать города уровня 3 и уровень 4 и сектор логистика продуктов питания у них проблем не будет крупные компании такие как альбаба и видимо будут иметь проблемы по мнению кати вот что такое уровень 3 уровень 4 это небольшие города китая и сельская местность то есть слабо развитые регионы китая компании которые работают в этих городах и населенных пунктах видимо у них будет все получше чем у крупных компаний которые работают в крупных городах марк мебиус китайское правительство стремится к повышению конкурентоспособности и пресечению злоупотреблений со стороны крупных доминирующих игроков хью янг возможности конечно огромное по китаю с чем я не могу не согласиться джон вудс директор по инвестициям азиатско тихоокеанском регионе криви цуиз напряженность между сша и китаем вероятно будет нарастать существует большая вероятность внезапного более негативного спада в отношениях и вот к этому высказывания хотел еще показать как раз еще одна новость которого еще не успели перевести китай совершает самое крупное вторжение возле тайване обвиняя сша в напряженности то есть если вот эта ситуация с тайвань будет обостряться не дай бог начнутся какие-то военные столкновения если все это перерастет в войну то все наши китайские компании полетят вниз очень очень сильно и не только китайские хочу обратить внимание и все остальные компании тоже скорее всего очень сильно упадут если такое вдруг произойдет то в этот день китайские компании на 20 30 процентов все сразу упадут такое мое мнение надеюсь что этого не случится но тем не менее это нужно иметь ввиду такой расклад существует николай танген генеральный директор но джесс банка весом менеджмент из осва у нас примерно 5 процентов фонда инвестировано в китай хорошо еще одно мнение мы уделяем особое внимание стратегическим сектором в которых государственная политика является скорее попутным чем встречным ветром это тоже мнение схоже с тем что сказала коти вот то что продукты питания логистика и обслуживание городов уровня 3 и уровня 4 то есть эти вот уже конкретнее сказал о каких секторах будет дела получше и этот господин тоже говорит о том что не все сектора будут одинаково развиваться в китае сейчас вот этот основатель и айти директор blue orca капитал стороны андал из техаса он шартеет китай и как продавец в короткие позиции думают что рынке наконец начинают осознавать некоторые риски кин маг это мне предполагаемая премия за риск по акциям китая в этом году увеличилась примерно вдвое рынок теперь принадлежащим образом дисконтирует риски инвестирования в китае и поэтому риск вознаграждения здесь может быть более сбалансированным в общем здесь довольно таки много мнений все перечитывать не буду могу сказать что очень интересно очень много мыслей поэтому рекомендую прочитать эту статью ну давайте еще в конце посмотрим что у нас там по китаю сейчас происходит в целом ну между прочим либо бы пытается развернуться дошли до своего на на часовике по россии пытается расти и скорее всего здесь потенциал уже роста чем падение в настоящий момент джей диком то же самое здесь больше зарос чем падение в настоящий момент по часа веку пин дуду то же самое вип-шоп многострадальный тоже скорее за рост войду да все на дне по часа веку и у всех больше потенциал роста если не будет таких вот новостей которые будут вываливать все рынки в том числе китай у всех примерно одинаковая ситуация все на дне по часа веку и пытаются масти для авто на одинаковая картинка для упасть может не уже упал слишком много скорее рост и xpn тоже падать уже некуда тем более находится на уровне поддержки в районе тридцати трех с половиной долларов стал сегодня очень сильно упал на десять процентов скорее всего никаких новостей про просто так и тоже уже на дне по россии то есть большинство компании вот на момент съемки сейчас 8 вечера находится на своем окне и скорее всего текущих вот прям данный момент времени позиции больше потенциал роста там процент два-три у каждого по-своему но давайте посмотрим на дневках по-быстрому и так альбаба на дне джей диком есть немножко куда попадать индуду есть чуть-чуть куда попадать в рамках дневного интервала вип-шопу некуда попадать но если будут падать все остальные то и вип-шоп не подкачает с падением пойду чуть-чуть есть куда попадать но групп особо некуда падать ну может быть тоже счет чуть-чуть падет били-били прям каплюшечка осталось попадать джой есть куда падать то есть большинство компании по россии на дневках говорит о том что есть маленький потенциал падения у всех он одинаковый график сейчас образовался да и таким образом если сказать вот в настоящий момент времени то скорее всего будет какой-то краткосрочный рост потом скорее всего завтра продолжится падение и падение то что я вижу сейчас возможно будет еще один или два дня будем наблюдать новостной фон по китаю пока негативный какие-то военные действия могут совсем обрушить рынок надеюсь это не произойдет по набор гранду ждем продолжение новостей смотрим за девелопером фантазия и ждем что будет расходить дальше по китаю надеюсь что все таки мы скорее раньше чем позже начнем устанавливаться по всем китайским компаниям и вот у нас каждый день не придется опубликовать такие картинки но фон негативный и и момент важно что большинство китайских компаний крайне дешевые мы в любой момент можно начать несмотря на все расти если не будет военных действий потому что если будет военное действие то ничего не поможет и все обрушится на этой позитивной ноте я заканчиваю если вам интересно тот контент о которой я рассказываю ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще не подписались и всем до завтра